Дай почитать. Вот и известный историк и культуролог Константин Душенко совместно с филологом Галиной Манчха порадовали читателей сборником «Мысли, афоризмы и шутки выдающихся женщин». Это уже седьмое исправленное издание. По сравнению с предыдущим, в него добавлено 9 персональных рубрик и около 300 цитат. Кстати, некоторые цитаты из предыдущих изданий исключены. Расположение алфавитное. Смешаны русские, европейские и американские выдающиеся имена и высказывания. Все начинается с Агриппины-младшей, жены римского императора Клавдия, матери Нерона, которая на предсказание астролога о том, что ее сын станет царем, но убьет свою мать, решительно ответила «Пусть убьет меня, лишь бы царствовал». А заканчивается высказываниями американской писательницы Норы Эфрон и невольно убеждаешься в справедливости утверждения о том, что человечество мельчает. «В моих эротических фантазиях никто не любит меня за мой ум». И еще пара мыслей о моногамии, сексе и эмансипации. Каждая глава содержит высказывания самой героини, а потом маленькие примечания «Взгляд со стороны». Например, после высказываний американской киноактрисы следует раздел «Взгляд со стороны» с устными замечаниями типа «Горбо была королевой». А чего хочет королева? Выбрать себе короля, чтобы командовать им. Разве она сумеет, скажем, сварить яйцо в смятку? В основном в сборник вошли американские известные женщины, актрисы и писательницы-феминистки. Из наших Ирина Алферова, Анна Ахматова, Татьяна Яковлева, Лидия Чуковская, Софья Толстая, Алла Пугачева, Фаина Раневская, Надежда Мандельштам и другие. Так советский политик, дипломат и писатель Александра Михайловна Калантай заметила, «Мы молоды, пока нас любят». А Софья Ковалевская, математика, первая женщина, член Петербургской академии наук, отчеканила, «Поэт должен видеть то, чего не видят другие, и это же должен и математик». Ну и, конечно, искрометная Фаина Раневская. «Боже мой, как прошмыгнула жизнь, а я даже никогда не слышала, как поют соловьи». Что ж, дорогие слушатели, согласимся с мыслями, афоризмами и шутками выдающихся женщин. Начнем с малого. Пока не поздно. Послушаем, как поют соловьи. Ноль плюс. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!